Добрый вечер, мы продолжаем нашу встречу, вот здесь уже все написано. Ну, некоторые нюансы в прошлый раз. Я чувствовал себя, когда мы вместе с Романом Столером работали, знаете, как два человека, которые на пиратском корабле спиной к спине отбиваются. Так сказать, это неприятели. Это был очень удобный диалог такой. Сегодня я чувствую себя человеком, который спиной к мачке стоит и отбивается от неприятелей. Это сложнее. Но рядом со мной есть Аркадий Ильич Бурханов, который не просто ассистирует, а который является как бы соавтором дизайнеровской части нашей презентации. За что ему отдельное спасибо. Мы скажем все сейчас и потом. Есть еще один нюанс. Если вы внимательно посмотрели, у нас изменилось название идеи. Мы, рассуждая о том, что у нас было и что у нас будет, решили назвать это, как у нас было, популярное музыкознание. А мы решили изменить немножко название, сделать занимательное. Надеюсь, вас это не обидит. Почему люди старшего поколения помнят, наверное, что наряду с физикой, или физика Пёрышкина была, по-моему, да, или алгебра, какие-то классические учебники были, существовали две замечательные книжки Перельмана «Занимательная математика» и «Занимательная физика». И они больше давали, вот я помню, я учился, правда, ненормальной школе, специальной музыкальной, поэтому, так сказать, все предметы поскольку, поскольку, особенно точнее. Но, тем не менее, они были очень интересные, занимательные. И вот поэтому занимательное музыкознание может быть даже интереснее, чем популярное музыкознание. Но, впрочем, это вам решать. Ну и, наконец, последнее. Название вот этого самого сегодняшнего нашего выхода в свет, нашей темы. Откуда, зачем, вообще, кому это нужно? Вы знаете, тоже сугубо личное, очень субъективное ощущение. Много раз, будучи преподавателем, даже студентом, пытаясь рассказать, кому-то передать какие-то очень важные события, я натыкался, что я не могу запомнить. Знаете, вот в Милане, напротив оперного здания Ласкала, есть кабачок. И там, среди прочего, всякие сувениры, висит знаменитое объявление. Потому что тому, кто сможет внятно рассказать содержание оперы Верди Трубадур, бесплатное пиво. Потому что оперу Трубадур никто внятно рассказать не может, он черт знает, что наворочено. Вот нечто подобное, пиво мы, естественно, ничего не можем дать, у нас только вот водичка, но есть вещи, которые очень трудно запоминаются и ощущаются. Ну, например, я не мог уже, будучи и студентом, и педагогом, и с моими студентами тоже, внятно рассказать, куда и зачем поехал Моцарт, например. Как попал Петр Ильич Яковский из своего домика в Клину, в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что человечество живет передвигаясь. Нам это особенно заметно, потому что вы сюда пришли, пришли, я сказал, значит, и тавтология передвигаясь, и вы идете так же. То есть жизнь идет в движении. И музыканты это испытали, профессиональные музыканты, тоже в большой степени. В прошлый раз, когда мы показывали эволюцию изображения музыкальных инструментов в картинах средневековых, мы видели, как постепенно завоевывают право быть частью живописного полотна тот или иной музыкальный инструмент. И, наконец, несколько. Хотя, в общем-то, я не знаю картины, которые нарисовал бы симфонический оркестр. Это просто очень трудно. Но так же, как нарисовать танцующих, танцующих балерин, это тоже пришло не сразу, потому что табуированы некоторые были темы. И вот родилась идея, сумасшедшая совершенно, посмотреть, что и как, так сказать, это происходит. Документов очень немного. Литература, живопись. Очень трудно к этому подходить. Но живопись вообще не может передать нам движение как таковое. Она может нарисовать кто-то в пути. Но все равно мы видим, что этот предмет, он неподвижен. В литературе одним из первых примеров являются знаменитые кантемиорийские рассказы Чосера, где люди, это XIV век, где люди, отправляясь на паломничество, то есть они должны были пересечь какое-то, так сказать, расстояние, рассказывают друг другу байки всякие, так сказать, 4 туда, 4 назад, так кажется, там было. И это один из первых случаев. Других случаев нет, потому что в Декамероне они уже рассказывают такие же байки, находясь на одном месте, не двигаясь. Музыканты... Стрелочки у нас, да. А мы ее не испортили. Да. А, вот тут, 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 тут. Нет, это... Непонятно. Тем более, что карта некого мира существует на нашем сайте. И жизнь невозможна была без общения людей. Это общение людей было, в первую очередь, на почве обмена товаров. Это общедоступно. И существовало два торговых пути, один северный, второй южный. Вот на этой самой карте мы видим, как пространство мира и пространство путешествий любых людей. Музыканты здесь ни при чем ограничиваются границами Римской империи. Совершенные структуры в свое время. Это 180-й год, по-моему. Здесь, кроме того, что указаны всякие полезные ископаемые и границы ее существования в Византии, там где-то есть Тропензунд, Крым еще не наш, есть не так названные города Франции, и есть германские племена, которые не переходят пока еще границы Рима и не предоставляют никаких проблем. Но мы видим, что Средиземное море является внутренним морем для передвижения. Главное передвижение – это передвижение морское. Это очень существенный момент, потому что море давало ощущение свободы, ощущение опасности. И это очень важная вещь была для того времени. Проходит тысячи лет, и та же самая Европа наполнена уже совершенно другими линиями. Это линии внутренние, материковые, потому что люди начинают искать пути сообщения между городами, между государствами. И одним из важных путей является путь по рекам. Это тоже достаточно банально, но для нас это, так сказать, может оказаться полезным. Вот. Одним из вторых путей – как проехать до Венеции. Мы сейчас знаем, как проехать до Венеции. Когда мне пришлось проехать до Венеции, я помню, я пришел в туристическое агентство, это было лет 9-10 тому назад, и задал вопрос, который вообще заставил всех дрожать. Была очередная ситуация нашего конфликта с Западной Европой. Мы по телевидению не показывали английский футбол, а показывали только итальянский, как более, так сказать, менее радикальный. Я спросил, а они все сидят и покупают путевки в Турцию, там, да? Я спросил, где у вас, то дают путевки в страны НАТО? Значит, был общий шок, а меня интересовала Венеция. Ну, конечно, мы разобрались. В опере римского Корсакова «Садко», которая основана на былинах новгородских, главный герой выигрывает, так сказать, лотерею, по сути дела, золотой клад, и он должен отправиться, как человек, живущий в Новгороде, они все были торговыми гостями, то есть купцами, а купец главный двигатель вообще прогресса, был всегда куда-то отправиться. И перед ним, в этой опере, были немножко по-другому, выступают иноземные гости, которые это демонстрируют и рекламируют свои страны. Первым выступает варяжский гость, который рассказывает там какие-то мечи, булат и так далее, а массовка, лют новгородский, говорит, нет, не ходи туда, потому что там опасно, хотя, в общем, вы понимаете, что до Новгорода варяжи – это самое близкое место. Затем выступает индийский гость, который рассказывает о прелестях далекой Индии, о прелестях драгоценных камней, которые там есть и прочих, прочих. Это вообще пугает всех, потому что это очень далеко. Вспомним, что Афанасий Никитин, тверской купец, хождение за три моря делал – это был исключительный случай. Это, по-моему, в 15-м столетии это было. Венецианцы делали это, так сказать, тоже очень редко. И, наконец, выступает третий гость, веденецкий гость, который на мотив Баркаролы поет о том, какой замечательный город веденец, как там все хорошо, и все говорят, вот туда, туда, туда. Веденец – это по-славянски эквивалент Венеции. И почему все соглашаются на это дело? Ну, потому что Новгород относился к гонзейским городам, то есть торговому союзу северных городов, а Венеция аналогична, так сказать, на юге была. Ну, вот Аркадий Геннадьевич участвовал в проекте, который у нас был, когда мы восстанавливали такую полуоперу, еще не до оперы, которая называлась «Барка из Венеции в Падуе». Это города рядом, там частные электрички можно ехать, но это было очень серьезное путешествие Барка, Баркаролы отсюда. И связь этих городов была совершенно очевидной. Итак, до Венеции можно было проехать только морским способом. Поэтому вот она, столица Адриатики. В другой опере, в опере Вагнера «Кольцо Небелунга», в четвертой части, там, «Гибель богов», главный герой Зигфрид, который к этому времени уже успел совершить все то, что должен совершить герой. Он сковал себе меч непобедимый, Нотан, вот мы видим кусочек этого меча. Он уничтожил дракона, который скрывал. «Золотое кольцо», «Шлем», «Щит» и так далее. Наконец, он прорвался через, как положено сказочному герою, через огненное кольцо, которое опоясывало Валькирию, дочь главного бога. Вот она, Брингильду. И, как положено в сказке, мы знаем, поцелуй ему ее разбудил. Хотя, в общем, он долго не мог понять, кто это перед ним, потому что он не видел женщин вообще для этого никогда. И вот он живет, как говорится, в Брингильдре душа в душу. Но, знаете, вот как в каком-то мой фильме, «Силушка богатырская» есть, и ему не имется, и вдруг непонятно, мотивации никакой нет, никакой психологически. Вот надо поехать куда-то путешествовать. Бросает горячо любящую его жену, получает от нее в подарок коня Грана, такой фантастический конь, который вместе с ней на Биозе находился, и отправляется. Куда он отправляется? Он отправляется туда, куда, собственно, и мог поехать только человек его времени, в книги, в легендах о сказаниях Небелунгах, Зигфрид – король Небелунгов, но Небелунги жили не в Старгольме, а в Швеции, а он нидерландский. И он отправляется на юг, в город Ворнс, это столица Бургундии, и другие герои говорят, «Вон, Ворн, смотрите, Зигфрид плывет против течения», то есть он отправился вверх по Рейну. Это очень знаменательно было, потому что Рейн тогда существовал, до сих пор, одним из самых замечательных путей, которые связывали север Европы с югом. Так же, как еще другая река, которая рядом начинается, идет Дунай, она идет, так сказать, в сторону востока и юга. Вот это знаменитый легендарный Ворнс, который был столицей Бургундии, где-то до конца первого тысячелетия. Ну и следующий сюжет – это появление, приход викингов, которые по-разному назывались, викингами, варягами, русами и так далее. Инвазия викингов была очень впечатляющей, она длилась несколько столетий, они оставили огромный след в истории Европы, скажем, провинции Нормандия, да, еще Норманнами их называют, они перевернули, так сказать, Британию, сделав ее из... сначала была британская, потом она была саксонская, сделав ее, так сказать, нормандской. И особенностью заключалась в том, что они попадали в Европу при помощи своих кораблей, которые по устьям рек проникали вглубь Европы. И таким образом, в 1845 году они впервые рано утром, как говорится, появились в Париже, где же они проснулись, увидели, что на сене стоят корабли викингов. Это был шок страшный, их надо было оттуда как-то элиминировать. Еще через 40 лет они прислали туда 30 тысяч своих солдат, и они, в общем, не закрепились, но вот эта вот зеленая, так сказать, часть карты, она показывает там, как глубоко вон они проникали. Наконец, на юге Европы, вот здесь, желтеньким цветом, они создали особое королевство, королевство Абрехс Сицилии, которое продержалось очень-очень долго. Это были викинги, и это была инвазия тоже не связанная с музыкой. Но вот в 17-м столетии, в 17-м столетии Европа переживает уже нечто другое. В Венеции, опять же, нам знакомо, появляется первый общедоступный театр. Общедоступный театр – это значит театр, который люди приходили не по приглашению, герцога, короля и так далее. Мы в прошлый раз говорили о том, как женился Генрих IV. Это была придворная опера. А это была общедоступная опера, или, как мы говорим, публичная, или коммерческая, как хотите. А Венеция была торговым городом, коммерческим городом. И это был театр, в который можно было купить билеты и, соответственно, себя везти, потому что, если вам не нравилось то, что там происходило, вы могли высказать свою точку зрения с листом, гоготом, гнилыми помидорами и так далее. Позже, особенно в Англии, появилась возможность еще одна, которая до сих пор существует. Они негодуя выходили на улицу, нанимали журналистов и печатали памфлеты, паспель, как хотите называться, рецензий тогда еще не было. Одним словом, опера, мы говорим о том, что была в то время для людей того времени чем-то вроде поп-искусства сегодняшнего. Это вполне понятно, потому что лишенные наших удовольствий цивилизации, люди стремились к общению, а опера была средством общения, общения людей, которые приходили туда чуть не каждый вечер, особенно если это было в период карнавала, и там узнавали все новости, сплетни они читали там языками и так далее. Можно было делать все, что угодно. А в венецианских театрах существовало замечательное еще место. Мы знаем, потому что в наших квартирах она тоже бывает. Это лоджи, как с этим лоджи, где можно было уединиться, можно было ее снять на весь сезон и не ходить туда, как и положено в любом агонименте держателя. Или приходить туда, когда было интересно. Или приходить туда, назначать там свидание, устраивать заговоры, что-то еще, принимать гостей. И только услышав голос знаменитой певицы или певца, выйти и посмотреть. Ну что, поет? Поет, значит. Ну, так сказать, поаплодировать и вернуться гостям. Значит, эта практика продолжалась довольно долго. Она продолжалась до конца 19 века. И великий дирижер и композитор Густав Майер, когда он 10 лет руководил Венской оперой, он был первым, кто запретил входить после третьего звонка. Он выгнал из этих самых лож всех посторонних. Ну, у него там еще есть завоевание, он запретил аплодировать между частями на симфонических концертах и так далее. Но свобода нравов была очень большая. И вот количество оперных театров оно невероятно, так сказать, увеличилось. Они размножались, так сказать, не знаю, почкованием, делением, как хотите. Назовите, но во время карнавала огромное количество было театров, спектаклей. И эти спектакли должны были обязательно быть новыми. И композиторы не всегда успевали делать эти новые спектакли, поэтому так понятны вещи, которые вот вплоть до Россини есть, когда один и тот же материал в разные города посылался под разными названиями. Знаменитая увертюра Россини к опере «Сивильский цирюльник», где мои собратья, профессионалы, сказали, послушайте, такая музыка, там мы видим кокетливую разину, мы видим что-то еще, как положено в увертюре. Она была вообще до этого приделана к опере «Елизавета королева английская», где серьезные оперы исторические, где никаких веселья не было. Россини поступил как нормальный хозяин, когда у него чего-то не хватает в одном месте, он переносит в другое. Вот эта практика, ее не называли плагиатом, была сплошь и рядом. И когда опера стала модной не только в Италии, но ее начали транспонировать европейские страны, в первую очередь в Италию, потом в меньшей степени в Германию, Францию и, наконец, в Англию, где великий Геннель занимался, возникла потребность в певцах. Оперы все шли на итальянском языке, следовательно, носителями этой культуры могли быть только итальянцы. И вот итальянцы, так сказать, пошли по всей Европе, по тем самым дорогам, которые мы видели с вами, по вот этим самым торговым путям, которые должны были их привести в центры культурные. Ну и кроме того, эти певцы и певицы, особенно певцы, потому что была практика использования певцов-кастратов, они ценились на вес золота. Саксонец Геннель, который попал совершенно случайно, по воле случая, в Лондон, поскольку английским королем стал правитель Ханновера, а они, так сказать, земляками были, он каждый год отправлялся на континент искать певцов, итальянцев. Закатывал им колоссальные гонорары, вез к себе в академию, у него был такой проект, который мы назвали закрытым акционерным обществом, потому что люди вложили деньги и, так сказать, ждали, когда они принесут прибыль. Он привозил знаменитых, так сказать, певцов-кастратов, привозил знаменитых примадон, и иногда это, в общем, было успешно, иногда это связано было со скандалами. Так он привез знаменитую певицу по фамилии Курцони, которая обладала потрясающим сопрано, потрясающим сопрано, и Гендель писал для нее, но обладая по-видимому практическим мышлением, он еще привез мясо сопрано и писал для двух, а это уже было невыносимо, поэтому девушки устраивали на сцене сцены, иногда скандалы, но и знаменитая история, когда они вцепились в волосы друг к другу прямо на сцене. Лондон был в восторге, потому что это был скандал, а между ними стоял Сенезина Кастрат, который мучительно смотрел по сторонам и знал, что делать. Позже, когда враги Генделя решили ему отомстить, они написали великолепную пародию на его оперное творчество, это итальянское, вычурное, они написали знаменитую оперу «Нищих», где дело происходит в Лондоне, где есть империя зла, которая рассылает нищих утром по Лондону, а вечером они возвращаются и приносят найденные, заработанные своим родством, явным и вымышленным деньги. Так вот, это империя зла, империя нищих, а есть еще империя уголовников. И вот хозяин, так сказать, начальник уголовников, некий капитан Мэкфит, он полюбил, так скажем, красиво девушку, которая является дочерью этого самого хозяина нищих. И отсюда, так сказать, вся интрига, родители не хотят этого, потому что, как любые люди уголовного мира, они мечтают о лучшей доле для своих детей, так сказать, университета, и так далее. Вот, и тем не менее это происходит. У этого Макета, у него по определению в этом воровском мире несколько жен, они, так сказать, как у моряка, знаете, в каждом порту, так сказать, есть жена. Так вот, когда Макета сажают в тюрьму, наконец-то, к нему приходит сначала одна жена, кстати, его оплакали, потом приходит вторая, и между ними возникает та самая сцена, которую Лондон уже знал, с восторгом, потому что они понимали, что сейчас будет повторение этого. Это был страшный удар по престижу Генделя, плюс еще разбойники маршировали под марш из оперы Ринальда, то, что мы вначале показывали в прошлом, осталось, что это был полный провал. Правда, он из этого вышел. И вот итальянский певец, он стал символом того, что называется тогдашней культуры. И у нас были какие-то примеры с итальянцами, которые завоевывают еще даже Петербург. Стерли, ну ладно, не страшно. Короче, до 18 века, потому что лучшие музыканты Петербурга были итальянцы, композиторы в первую очередь, певцы тоже. Они зарабатывали очень большие деньги, им было очень плохо в Петербурге, потому что было очень холодно. И они были такими героями своей Италии, Тоскан или чего-то еще, когда они возвращались назад, заработав большие. деньги. Постепенно это сошло, так сказать, на нет и на смену итальянским мастерам, которые вот шли этими маршрутами, пришло нечто другое. В 1704 году юный, еще Бах, ему было 19 лет, пережил такое семейное приключение. один из его братьев, старший брат Яган Якоб польстился на уговоры вербовщиков и записался в армию шведского короля Карла XII, который в это время перманентно воевал со всеми, с кем можно было воевать. от России, ну, Северная война, короче говоря, от России, там, Польша, династические всякие проблемы, саксонский король, Яган Себастьян Бах очень тепло относился к этому брату, потому что он был на три года старше, и он помогал ему так сказать, стоять на ноги, когда их отец умер. И вот в этом городе Арнштадте, захудалый городок Тюрингии, в саксонском королевстве, по легенде собирается все братство Бахов, они провожают брата, а результатом стало знаменитое сочинение Иоганна Себастьяна «Капричи на отец возлюбленного брата». Надо сказать, что это очень красиво звучит по-итальянски, брат у него там по-итальянски это у нас как фрателло, что-то там напоминает. Вообще должен сказать, что итальянский язык обладает удивительной способностью снимать некоторые напряжения или ульгаризмы нашего родного языка. Например, Гайден очень резко относился об этом к своей супруге, он так женился, не глядя, и в своих письмах он ее называл «мммм». Ну, такой вариант перевода это «адская зверюга». Ну, надо понимать, что такое время «адское», да, значит, это бог знает, что, а зверюга это вообще… ну, причем это зверюга можно было перевести как, не знаю, скотина, тварь, извините, но по-итальянски это совершенно феноменально. Это «бестия инфернали». То есть, кого угодно можно назвать таким, может быть, никто не обидится, потому что это сладкозвучный итальянский язык, он ничего не поделает. Так вот, «Фрателло» это капричио состоит, написанное для клавесина, из шести частей каждая часть рассказывает о том, что происходит. Вот, они оплакивают брата, они говорят ему о трудностях, которые, так сказать, ждут его. он не соглашается, это все в музыке передано, наконец, надо уезжать. В это время две последние части. В то место, где они приезжают, находятся, приезжает почтовая карета. И часть так и называется «Ария почтальон». Ария почтальона, потому что в то время, мы об этом немножко позже скажем, почтальоны передвигались на почтовой карете и у них в руках был рожок специальный и существовала система знаков или сигналов, которых мы предупреждали. От количества лошадей, которые есть в этом, до всяких вещей. Это опасно или, наоборот, все хорошо. и вот, так сказать, этот человек, который с рожком, так сказать, почтовым находится. А вот в одной из книг мы видим просто-напросто перечень музыкальных тем, которые должны были знать почтальоны. Аркадий мне рассказывал о том, что там они должны были сдавать экзамен, даже когда они шли... Да. Он должен выучить был из сигнала, прежде чем на почте служить имщиком. но вообще там было не имщики, там было два человека. Один был, собственно, кучер, второй был почтальон, он же охранник, на всякий случай. Вот. И мы сейчас услышим фрагмент этой музыки, написанный для клавесины и сыгранной клавесины. Да. Не важно, немножко позже. Вот. Вот сейчас, собственно, это ария Почтальона. Ария Почтальона 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 на некоторую историческую достоверность, мы видим, во-первых, четверка лошадей, обязательно, это, так сказать, мощность, четыре лошадиных силы, да, дальше карета, где наверху, мы видим, находится вот этот самый почтальон, есть кучер, но она так перезагружена, потому что наверху на крыше находится тут у нас собачка, по-моему, да, а вообще-то почта там находилась, и любители свежего воздуха и дешевых мест, они сидели сзади, внутри помещалось шесть человек, не больше, рессоры, которые вот здесь просматриваются на колесах, это изобретение более позднего времени, потому что тряска была неимоверная, но, вот еще, так мы видим, где почтальон, где возница и где посетители, так сказать, пассажиры, вот здесь даже никаких рессор нет на колесах, мы видим, скорость, с которой они передвигались, была примерно следующая, летом это было 9-11 километров в час, примерно, зимой 8, если нормальный пешеход сегодня делает за, сколько там, 5, да, то получается не такая большая разница, а лошадей меняли от 18-24 километров, через 18-24 километра, мы знаем из русской литературы, что есть почтовый регистратор, колесский регистратор почтовой станции «Диктатор» у Пушкина, который эпиграфом идет, значит, должны были быть везде станции, на которых менялись лошади, ну, по-нашему, пензоколонки, так сказать, или автосервис, и вспоминайте Гоголя, если человек как-то сподорожный по каким-то делам, то есть у него было командировочное удостоверение, он имел преимущество перед другими, которые просто так, так сказать, путешествовали, и поэтому возникали всякие коллизии вот на этих станциях, кто должен вперед поехать, есть ли свободные лошади, это все в ревизоре великолепно, так сказать, прописано, так, косвенно, мы это можем понять, и самое, пожалуй, ну, вот разные варианты, самое, пожалуй, симпатичное то, что потом эти кареты начали совершенствоваться, появилось понятие почтовый дилижанс, это нечто большее уже, и к концу своей истории они вот имели такой вот вид, кареты потом стали 12-местные, 14-местные, то есть они превращались, ну, по-немецки, в вагины, то есть в вагоны они превращались, которые все равно тянули лошадки, это швейцарский вариант, и вот перед нами любопытнейшая карта, которая показывает почтовые линии в Немецком Союзе к 1925-му году, вот красным, жирная линия красная, написано главные дороги, все остальное это дороги, так сказать, второстепенные, но сеть дорог в Европе существовала, и это давало возможность передвигаться, тому же самому Генгри, когда он ехал за певицами, тем же самым итальянцам, которые переезжали из города в город, ну, и тут уже мелким, так сказать, шрифтом написана вещь, которая нашему российскому сознанию вообще непонятна, в 18-м, в 18-м, расписание. Расписание, да, расписание, через сколько часов придет эта почта, карета, как часто они ходят, и это, в общем-то, сохранилось у них до сих пор. В 1995-м году с нашим замечательным джазовым музыкантом Евгением Серебренниковым мы оказались в Германии, там, походили пешком, как-то положено, и надо было возвращаться уже поздно на базу к себе, и мы пытались, это самое, автостоп, но по виде вид у нас был страшный, так сказать, неряшливый, никто не останавливался вечером, и мы стояли под столбом буквой «А», на которой было написано, что последний автобус приходит в 20 часов 48 минут. Ну, для нас это звучало издевательство, смотрите, это 48, почему не 47, потому что 21 час, и что это вообще невероятно, может быть, тем не менее он пришел, 20 часов 48 минут, он нас снял и повез. Это было продолжением того, что мы видим вот на этой карте, где уже в 18-м столетии все было заранее просчитано, и дороги ремонтировались, дороги были, так сказать, достаточно определенные, и почта ходила как часы. Когда мы в переписке музыкантов того времени начинаем, зачем только музыкантов, что я послал письмо туда-то, я послал записку туда-то, и она моментально приходит, это не СМС, это нечто большее, потому что почта работала великолепно и внутри городов, и за пределами. И вот эта сеть, которую мы здесь видим, она великолепно, так сказать, нам демонстрирует возможности передвижения. Следующей группой музыкантов, которые завоевывали Европу после итальянцев, были Чехии. Собственно, Чехии как административной единицы уже до времени не было, потому что она потеряла остатки своей независимости в 30-летнюю войну. Называлась она по-разному, так сказать, Богемия, Моравия и так далее. Но в традициях чешских городов, и особенно деревень, было музицирование на струнных инструментах. Каждый сельский дом в Чехии, как говорится, на стене висела скрипочка или виланчель. И они музицировали, потому что, собственно, а чем еще заняться долгими зимними вечерами в Чехии? То есть только играть на скрипке, причем играть ансамблю, когда сосед мой приходит ко мне со своей, уже не лютней, потому что лютней не было, приходит со скрипкой. И мы начинаем играть, потому что так приходили друзья отца Моцарта к нему в гости и разыгрывали там струнные квартеты. А маленький Вольфганг ковырялся там где-то в ногах и иногда вдруг встревал и говорил, что вы не то играете. И они, как любые взрослые, отталкивали ребенка, типа уходи, пока наконец в один раз они не поняли, что он действительно слышит их фальшивые ноты. Но так или иначе, фальшивые или не фальшивые, они все время играли. И вот так получилось, что большинство чешских музыкантов, уйдя из Чехии, где было достаточно сложно сконцентрироваться в одном из немецких городов, это Фальц, земля города, который называется Манхайм или Мангейм. И там, на протяжении XVIII века, при помощи местного куртюрства, они создали совершенно уникальную капеллу. Капеллу, которая примерно в течение 40 лет потрясала сознание европейцев. Но откуда мы это знаем? Потому что ни записи, ничего нет. Вот, кстати, план Мангейма. Вот здесь стоит замок, рядом с ним оперный театр, концертный зал и две реки. Опять же, Рейн, потому что он стоит на Рейне, и Неккар. И вот композиторы и музыканты этого Мангеймского, это уже после этого было, перед Наполеоном, в Мангеймском дворце капеллы создали особый стиль. Они, собственно, родили то, что называемо сегодня симфонией. В то время симфония называлась Увертюра к опере, итальянской опере. Состояла она, как правило, из трех частей. Быстрая, медленная, быстрая. Мангеймцы взяли эту схему, добавили туда самый популярный в то время танец, но который уже не очень танцевался, а больше слушался, Минуэт, и получилось нечто из четырех частей. Что они еще придумали? У них каждое произведение начиналось с одной быстрой темой, которую называли потом темами-ракетами. То есть они строились по звукам тонического трезвучия и похожи были друг на друга. Причем вот дальше, когда мы начинаем слушать музыку Гайден, например, и мы слышим такое. Одно трезвучие и противоположное. Или Моцарта. Или Битховина. Или Битховина такого. Это было очень удобно. Это было связано с тем самым натуральным звукорядом, которым мы были. И на этом все у них строилось. Вот эта ракета, она поднималась вверх, а дальше они придумывали еще несколько вещей, которым мы должны быть благодарны. Они придумали такую вещь, банальную, например, это как постепенный переход от тихой звучности, громко и назад. Это был потрясающий эффект, по тем временам которого люди слушали и шарели буквально, что это было совершенно неожиданно. Потом это используют Россини, используют другие композиторы. Наконец, у них были такие специальные стонущие интонации, которые назвали все мангельскими вздохами. Самое большое впечатление они произвели на органу Моцарта, который, так сказать, это частично передал, и без чего, так сказать, Моцарт бы не состоялся. И вот у нас есть возможность послушать кусочек музыки мангельцев в исполнении, правда, не капеллы, которой уже давно нет, но мы слушаем Стамец, Ян Стамец, один из чехов, который создал эту капеллу и руководил ее. Одна из его симфоний, первая часть, начало. КОНЕЦ 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 Современники, еще раз повторяю, были в восторге от этого. И так продолжалось до тех пор, пока не умер один из властителей этого дела. И, так сказать, то, что он не бытие, мы видим Карл Стамец, сына Яна. Это 1789 год, типичный до времени силуэт. И здесь мы заговорили о Моцарте. Самое время вспомнить о том, что, пожалуй, эта семья была самой путешествующей среди музыкантов в то время. Кстати, вот эти самые милые девушки, которых Гендель взял себе в оперу, они тоже очень имели разную судьбу. Вот эта самая скандальная колоратурная сопрано Куцони, она, в общем-то, искала лучшей жизни. Она ссорилась с Генделем, который обладал очень крепким характером и известной историей, когда она отказалась петь из того, что он сказал. Сочинил он, взял ее за шиворот, он мог это себе позволить, она, по своим данным физическим, соответствовала этому. Поднес ее к венецианскому окну, представляете, как все такое навязано, и сказал, что он-то выбросит, если она не будет петь то, что... На певица это очень хорошо действует, не всегда. Но она плохо кончила, потому что она ушла из Англии, уехала, она пела где-то еще. В какой-то стране, по-моему, Голландии ее обвинили в том, что она на какие-то банковские операции, это Европа. И она кончила свою жизнь, в общем, посудила в нищете. А вот ее соперница, Фаустина Бордоне, она оказалась разумнее. И она, значит, не устраивала скандала, она взяла и вышла замуж за композитора Хассе, который был соперником Генделя. И с ним отправилась в Вену, где работала в придворной опере. И таким образом показала альтернативу, как певица должна устраивать свою жизнь. Надо выходить замуж за удачного композитора, и лучше, чтобы он был придворным композитором. Отец Моцарта, кстати, был человеком очень практичным в духе XVIII века. Он происходил из семьи переплетчиков. Нам сейчас не очень понятно, но даже те, кто пишут там диссертации или книги, очень мало с этим сталкиваются. Это люди, по-моему, профессии вообще сейчас вымирающие. Хотя в XVIII веке и раньше, и позже переплетчик, но это основа основ, потому что вот эти вот листы при помощи переплетчика превращались в то, что мы называем книгу, фолиант. Плюс еще там художник делал обложку и прочее, прочее. Они жили в городе Аугсбурге. Отец был переплетчиком, старший сын был переплетчиком, а дальше что? А дальше шел Леопольд Моцарт. Значит, он тоже должен быть переплетчиком по семейной традиции. Но я повторяю, у него был практически ум. Он понял, что для Аугсбурга двух переплетчиков достаточно. Третье тоже будет Мачмо. И он ушел в музыку. Он ушел в музыку, он стал скрипачом, постепенно, так сказать, завоевывая все новые и новые позиции. В конечном итоге, в год рождения Моцарта в 1956 году он написал свое знаменитое пособие для игры на скрипке, которое, в общем, его прославило больше, чем что-либо остальное. Когда Моцарт, да, жили они в захудалом городочке Зальцбурге, который сегодня известен всему миру. А в то время это была столица архиепипсиста. То есть, то, что на картах, знаете, советских школьных, сиреневым цветом рисовали, как клирикальный цвет, сутаны или что-то еще. И когда мальчик стал проявлять потрясающие способности, потому что из шести детей это выжило двое. Старшая дочь Анна Нанер и Ворган. Причем каракули, которые Ворган на бумаге делал, сначала оказались каракули, а потом присмотрелся. Да нет, ноты. Так сказать, это связано все. И в шесть лет они отправились в свое первое турне, которое продолжалось три года. Три года отец Леопольд, сестра и маленький Моцарт путешествовали. Причем, если посмотреть по их маршрутам, то они шли примерно так же, как Зипфельд по Рейну, только в обратной последовательности. Они не поднимались и не спускались по Рейну. Рядом с Зальцбургом находится город Мюнхен, столица баварская, а дальше Аугсбург. И они поехали там в Франкфурт, Кёйн, тот же самый Мангейн. И, наконец, они попадали в Нидерланды. И оттуда сначала был Брюссель, он был столицей австрийских Нидерландов, а, наконец, Париж. Париж, где маленький мальчик произвел сенсацию, где все было очень здорово, они зарабатывали деньги большие. После Парижа был еще один прорыв. Они подъехали к Кале и дальше через Ла-Манш наняли специальный транспорт, то есть пароход, я хотел сказать, корабль, и переехали в Англию. В Англии он находился 15 месяцев, ни больше, ни меньше. Ему очень понравилось в Англии, потому что, в отличие от Франции, где при дворе все было очень чопорно, и все было, как бы мы сказали, формализовано, в Англии были свободные нравы, так сказать, при дворе там, так сказать, по-человечески, ну, буржуазно-демократическое королевство, в отличие от суббитистской Франции. И там все было очень замечательно. Правда, внутри этого путешествия дети болели самыми страшными болезнями, которые можно было делать, там, оспа, что-то еще. И чудом, так сказать, Моцарт даже маленький след на какое-то время, но чудом выкарабкались из этого дела. А они потом вернулись в континентальную Европу, съездили в Голландию, выступили там, потом опять в Париж по второму разу, уже успех был не такой. И затем, интересный такой путь туристический, из Парижа, они как будто не на Лионском вокзале были. Поехали в Лион на юг, а рядом с Лионом находится недалеко, через горы Женева, Женева, Лозанна, Берн, Цюрих, а вот уже рядом и Германия, родная, так сказать, Австрия. И все это было совершенно замечательно. Невероятный, так сказать, мальчик уехал с шестилетним ребенком, приехал с десятилетним композитором уже. Это был потрясающий рывок вперед, и в Зальбурге это оценили, потому что архиепископ был достаточно такой умный, прогрессивный человек. Еще через пару лет они уехали в Италию, где они 4 года прожили, причем все это время папа Моцарта находился на службе. Это были у него командировки, и он тоже опаздывал из них, но ему, так сказать, это прощалось. И в конечном итоге путешествие Моцарта заканчивается в 81-м году, когда он совершенно уже взрослым человеком переезжает из Зальбурга. Там сменилась власть, там пришел новый архиепископ, очень прогрессивный в духе, так сказать, просвещение 18-го века, но который считал, что он и должен давать поблажку музыкантам, которые у него работают. Он переехал в Вену, это был последний этап его жизни. Из Вены маленькие путешествия в Прагу, куда-то еще рядом, фантастические предположения, что его позволят работать в Лондон, но ничего это не состоялось. И в 1783-м году, значит, он уже был в Вене, Моцарт пишет сочинение, известное всем, потому что это такой звучащий бренд Моцарта, он идет на телефонах, он есть у нас на... это знаменитый турецкий марш, турецкая ронда Моцарта. Почему я подчеркиваю 1863 год? Потому что по какой-то счастливой случайности, я не знаю, как это получилось, эта музыка написана ровно через 100 лет, после того, как турки Османской империи чуть-чуть, можно так сказать, не взяли в Вену, штурмом. Если бы они взяли, тут начинается, историки говорят, слагать, наверное, наклонение не годится, но если бы они взяли в Вену, вся история, последующая Европу, была бы совершенно другой, это понятно. Но Вена отбилась за счет, так сказать, замечательных польских союзников. У поляков была такая воинская единица с романтическим, чисто польским названием эскадром гусар-летучих. Значит, они с крыльями сзади, были монтированы. Короче, эту турок отбросили. Один из побочных или прямых эффектов этого было в том, что венцы обнаружили в тех преднестиях, где турки были, неожиданные для себя вещи. Они обнаружили некоторое количество мешков с какими-то странными зелеными, зеленоватыми зернами, которые отвратительно были на вкус. Нельзя было ничего, так сказать, с ними делать, но в конечном итоге им рассказали, что эти зерна можно жарить, можно молоть, потом разбавлять водой. Таким образом, венцы узнали вкус напитка, который называется кофе. Он был жестокий по вкусу, потому что туда ничего, так сказать, не укладывалось. Но, вы знаете, кофе по-турецки это достаточно такой жесткий тоже напиток. Венцы, для того, чтобы смягчить вот эту ситуацию, они тут добавляли то, чем они были богаты. Молоко и сливки. И поэтому, получается, кофе по-венски это вот молочный кофе. Это была новая мода в культуре Европы, потому что через 5-8-10 лет по всей Европе на городах ходили люди, разносчики, у которых на головах были кувшины, и они продавали кофе. В Англии появились кофейни с удивительным прописанным распорядком жизни. Там нельзя было шумно разговаривать, там нельзя было ругать правительство, там нельзя было жаловаться на жизнь. Вот это очень мне нравится для кофейни. И так далее. А Бах, уже известный нам Бах, когда он переехал в Ляйпциг, поскольку там был университет, надо было мальчикам давать образование, он пишет кофейную кантату свою знаменитую. Это тоже отдельная тема, потому что в этой кофейной кантате папа и дочка ссорятся из-за того, что дочка хочет пить молодое поколение кофе, а отец говорит, нельзя, это безобразие. И заканчивается тем, что папа говорит, что если ты будешь пить кофе, я не выдам тебя замуж, что самое страшное, что в начале 18-летнего. Ну, а девушка выступает как нормальная девушка. Хорошо. Я не буду пить кофе, а потом, ну, все равно, когда я выйду замуж, я буду пить кофе. Вот так вот эта коллизия разрешает. Такая маленькая опера, несостоявшаяся. Так вот, кроме вот этих вот вещей, на протяжении 100 лет Европу потрясали эмоциональные впечатления от звучания янычарской музыки. Янычарская музыка это были оркестры, которые шли впереди войска турецкого, и это были страшные позвучания, это не какие-то гобои у Карла XII, это были настоящие страшные вещи, которые мы с вами знаем, потому что мы, когда смотрим на симфонический или духовой оркестр, там есть огромный барабан, который, ну, сейчас его так стараются не называть, но всегда назывался турецким барабаном. Турецкий барабан. Дальше у них были всякие металлические побрякушки, тарелки металлические, колокольчики, треугольник, знаменитые, это все турецкое, так сказать, хозяйство. Наконец был знаменитый бунчук, когда идущий впереди оркестр человек поднимал и опускал в тарк музыки, а там всякие, перепыхали всякие металлические начал заимствовать сначала Людовик XIV, потом это перекинулся на нашего знакомца Карла XII, а потом попало уже и в русскую жизнь, потому что, по-моему, в 1725 году Екатерина I выписала, как называется, ассортимент целых вот таких инструментов. И Моцарт пишет этот турецкий марш, а вот Аркадий Геннадьевич рассказал совершенно потрясающую вещь, я не знал, что он видел в Стокгольме рояль, пианино, так сказать, или фортепиано, на котором должно было исполняться этот турецкий рондо. Представьте себе вот рояль и там две педали, но одна педаль сделана для того, чтобы колотушка ударяла по дну под эти рояль и повторяла этот большой барабан, потому что это очень внушительно звучит. И вот звуки этого турецкого оркестра, они потом очень были популярны, и у нас есть некоторое количество, небольшое количество иллюстраций, начиная со знаменитого санита первоисточника, это финал 11-й сонаты фортепианной, которая всегда всем доставляет удовольствие, непонятно от чего, здесь какой-то клик не очень удачный, простите, санитарий, санитарий. Я думаю, это вроде, как турки идут. Играет музыка 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 Но не только Моцарт увлекался этим Через некоторое время его наследник Людвиг Ван Бетхойн Пишет музыку к драме Коцегу Афинские развалины Модно было турецко-греческие дела И там есть турецкий марш Играет музыка 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 Афинский развод. Эта музыка была популярна сама по себе, и у нас даже есть вещественные... Это похищение эссерали, это картинка, а дальше вот эти вот афинские развалины, а вот особенно, может быть, вот это вот. Это издательство, государственное музыкальное издательство, такого года тут не очень понятно, но это очень старое довоенное издательство, серия для бояна «Турецкий марш Бетховена». Еще один герой, так сказать, нашего повествования, великий композитор XVIII века Йозеф Гайден, стал героем романа «Жорж Санд Консуэл». В ряде сегодня есть большие любители творчества «Жорж Санд», но когда-то «Индиана» и «Консуэл» это зачитывались очень-очень-очень, не только при ее жизни, но и в наше время. Такой род эмансипированной литературы. Нам сказать, что Жорж Санд роковая женщина, и мы встречаем у Некрасова, его такой полупоявленный удачный, по-моему, партия, знаменитые строчки там герой, который становится потом мужем милой провинциальной девушки, он, говорит, и строго прицал, прицал, по-моему, Жорж Санд за то, что носит панталоны. Вот такая знаменитая фраза. И строго осуждал Жорж Санд, что носит панталоны. Это стало, так сказать, вообще ходячей фразой, потому что Жорж Санд была очень эмансипированной дамой, когда она разошлась своим богатым мужем. По этикету того времени в Париже женщина не имела права выходить в публичные места без спутника. Знаете, как Блоков всегда без спутников одна? Нет, уже невозможно это было. И для того, чтобы снять эту противоречие, она одевалась в мужской наряд. Она одевалась в мужской наряд, так и ходила на все концерты, на все представления. Это вызывало страшный шок, потому что она вообще не скрывала свою принадлежность слабому полу, а наоборот, так сказать, шокировало все. Жорж Санд очень хорошо знала историю Европы, она много лет жила в Венеции, и она пишет роман как под названием Концуэлу, про венессанскую певичку, которая очень там здорово поет, но спасаясь, так сказать, всяких личных коллизий, она бежит в Австрию, на рубеже Австрии, Богеми, поместье Рудальштад, по-моему, называется, и там начинается ее следующая жизнь, которая тоже заканчивается не очень удачно, потому что в нее влюбляется хозяин этого замка, молодой граф. Но там есть один замечательный эпизод, который я больше всего люблю, собственно, больше ничего не люблю в этом романе, когда она на дорогах в Богемию встречается с молодым пареньком, который является музыкантом, который ищет себе, так сказать, учителя. Этот музыкант, это Йозеф Гайден, который к этому времени, ему было 19 лет, он потерял голос, вот этот самый певческий, юношеский, и его вышвырнули из капеллы Святого Стефана в Вене, где вообще все мальчишки учились. Ему надо было как-то жить, он умел играть на всяких инструментах, вот это их путешествие, когда они музыцируют, разговаривают о музыке, это чудесные страницы этого дела. И в конечном итоге Гайден прислоняется к тому музыканту, которого он любил и втайне, так сказать, обожал. Это Николай Порпора, итальянский композитор, который учит консуэлло петь, и все заканчивается благополучно, он устраивается к ним услуги. Но почему здесь Полина Виардо? Потому что она является прототипом консуэлло, так считается. Кстати, о Гайде. А по годам как тут? Что? По годам они не жили в одно время. Гайден умер раньше, чем... Нет, прототипом, прототипом, я же сказал. Просто милая девушка. Она даже не ровесница Жорж Сант, Жорж Сант старший, но Полина Виардо, как великолепная певица, она, так сказать, своей судьбой напоминала вот этот самый консуэлло, или глимину по-настоящему, так сказать, звали ее. Вот наш Гайден целиком связан с проблемой транспорта. Потому что папа у него был в местечке Рорал каретным мастером. Надо представить себе 18 век, вспомните вот эти вот иллюстрации с каретами. Что такое каретный мастер? Это примерно то же самое, что сегодня автомеханик. Ну, в общем, по всем, так сказать, позициям. Это востребованный человек, у которого колеса летят каждый, как говорится, час по этим каменистым дорогам. Кстати, Моцарт, когда уезжал из Альшбурга, у них тоже полетело где-то колесо в карете. Из-за этого они, так сказать, остановились не там, где нужно. И путешествие продлилось больше на пару дней, чем должно быть. И это удивительно, человек был каретный мастер, но если так перекинуть на нашу автомеханику, особенно это заметно было, он очень музыкальный был. Он играл на арфе и папа. И дома они вместе с мамой устраивали музыкальные вечера, ребенок это слушал. Там есть еще старший брат Михаэль Гайден, который в Зайсбурге работал вместе с Моцартом. И они отдали ребенку, услышав, что он, так сказать, хорошо поет, отдали его в соседний городок к учителю. А там дальше началась такая голливудская история. Мимо этого города проезжал еще один человек, который занимался воспитанием мальчиков капелли Святого Стефана в главном соборе Вены. Он услышал, ему нужен был ребенок с чистым сопрано, он услышал Гайден, и он просто вымолил, отдай мне его, так сказать, отдали. И вот Гайден попадает в казарную обстановку, где утром их поднимают, заставляют петь, кроме молитв, естественно, и прочее, прочее, прочее. Но они становятся профессиональными музыкантами до тех пор, пока у них звучит голос. Дальше, в общем, как получится. И Гайден это все выдерживает. И в конечном итоге он, несмотря на нищету, несмотря на отсутствие хлеба, он живет в Вене. Его приютил один из музыкантов, благодарность которому Гайден всю жизнь потом запомнил. И, ну вот, Джордж Сан Консуэлла, «Любовь в Венеции», а вот здесь даже обложка книжки, которые каждый может купить сегодня в серии, популярная. А, «Азбука классика», по-моему, «Азбука классика». Вот это иллюстрация того, что Консуэлла делала в Венеции в оперном театре. Гайден 30 лет прожил на одном месте. Это небольшой город, местечко Эйзенштадт под Веной, где его хозяин, князь Эстерхазий, держал, так сказать, зал, держал капеллу. И Гайден ходил туда на работу. Это не очень далеко было. Жизнь у него была размеренной с этой самой адской зверюгой. Мы как-то так мягко расстались. Там проблема заключалась в том, что она была очень набожная. И в доме постоянно находились священники, какие-то женщины, которые требовали, чтобы он писал церковную музыку. А ему надо было писать симфонии для оркестра, на которой он руководил. И в конечном итоге, когда его хозяин, так сказать, умер и их отпустили на волю этих музыкантов, в 1790 году из Англии приходит предложение поехать туда, дать концерты. И Гайден впервые совершает путешествие. Моцарт спрашивает у Папа. Папа Гайден всем говорили, куда же вы поедете? Вы же не знаете языка английского. Он говорит, моя музыка – лучший язык, который известен всем. Так, кстати, напущи на гавальтон, и так происходит на самом деле. Повторяю, что Моцарт должен был после Гайден еще съездить туда, но не получилось. И он приезжает в Лондон. Концерты проходят с огромным успехом. У англичан нет своих композиторов, поэтому он с восторгом относится к всем приезжим. И он зарабатывает там кучу денег. Но, когда он пересекает Ла-Манш, мы что-то про путешествие говорим, происходит буря, первая в его, так сказать, жизни. Шторм. Ла-Манш вообще не приспособлен к этому. И тут Гайден вспоминает, что когда он был совсем молодым мальчиком, он работал на какого-то венского мима, который требовал, чтобы тот изобразил в музыке бурю. И Гайден, значит, в одно место, второе, третье, не получается. Он не устраивает, как режиссер. И, наконец, Гайден в совершеннейшем отчаянии ставит руки по краям клавесины и начинает их бешено сводить в единое целое. И им говорят, вот, вот то, что мне нужно. И вот эту историю Гайден вспомнил, когда они пересекали Ла-Манш. В дальнейшем все очень благополучно и все очень хорошо. И, так сказать, вот этот мост Тауровский, наверное. Исполнение его в музыке, так сказать, все это происходило великолепно. Он заработал кучу денег там, немаловажно. И тогда не было налогообложения. Это позволило ему привезти домой некоторое количество денег. У меня вот где-то была такая специальная табличка для пересчета гонораров итальянских певцов и так далее. Музыкантов 18 века на наши деньги. Но не совсем 2000-е годы, 90-е. В общем, он приволок, скажем так, 90 с чем-то тысяч долларов. То есть по тем временам это совершенно фантастическая сумма. Что было возможно? Выкупить домик под Веной и зажить благополучно последние 15 лет своей жизни. А что еще нужно великому композитору? И мы подходим к тому моменту, когда все путешествия на каретах, все путешествия на кораблях, пароходов еще не было, они становятся нормой. И когда начинается эпоха романтизма, появляется человек, который поет, так сказать, славу пешему пути. Это Франц Шуберт, человек, который прожил достаточно сложную, так сказать, жизнь композиторскую. Но в конце своей жизни он пишет вокальный цикл на стихе поэта Мюллера, который так и называется, «Зимний путь», «Энтеррайз». Там 24 песни. И это, по сути дела, рассказ о том, как человек покидает город, в котором спит его возлюбленная. И она уже теперь не возлюбленная, это бывшая любовь его. И рефрен этой знаменитой песни «Спокойно спит, тебя ничто не потревожит, я ушел». И Шуберт, как никто иной, потому что позже некоторые композиторы пытались сделать, нам просто физически передает вот это вот ощущение путника, который шаг за шагом удаляется от места, где он когда-то был счастлив. У нас есть возможность послушать эту запись в исполнении великого певца немецкого фишера «Дискау». И Республика «Дискау» «Россия», «ДИО», «Но светое Alum consumption». И мечт Republicа «Глава, где он так и находится чley its每 CoAlс». В этом году оно всеvideo «Дины Зимы» «Somewhat Review» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Это девиз композиторов XIX века, независимо от того, какие способы передвижения становятся важными. Конечно, пешком это вроде бы красивее и более стильно, но появляются паровозы, появляются пароходы. И вот уже самый знаменитый композитор, вроде Петра Ильича Яковского, начинает пересекать Атлантику, когда их приглашают в США на гастроли. Он с восторгом о этом пишет, потому что это чуть ли не Куин Мэри, если она уже была на такой потрясающий пароход. Есть композиторы, которые меняют гарнизон очень быстро, потому что вся Европа теперь уже не в той сети дорог, которую вы видели вначале, а в сети железных дорог, в том числе и Россия. И есть еще один последний, так сказать, ну вот, к этому кузовичу и странству, тут сознательно мы соединили гейновские стихи и последнюю песню этого цикла Шубарта, там шарманщик играет на шарманке, так сказать, и зовет с собой героя, пойдем вместе. И вот перед нами легендарная фигура первой половины Мерфи в сфере XIX века Франц Лист, или Ференц Лист, как его стали потом называть. Человек, который был полейбоем своего времени, потому что он был совершенно потрясающим пианистом, на которого впечатление в первую очередь произвела игра Никола Паганини. В 30-м году, в 1830-м году в Париже была эпидемия холеры и концерты Рот-Мили, но Паганини вышел на сцену, играл, и то, как он играл и что он играл, оказало воздействие на Франца Листа, который начал писать только для рояля, нечто виртуозное. Он рано познал славу, рано познал благополучие денежное, он великолепно воспользовался как настоящий человек эстрады своими внешними данными, он был высок, блондинист и обладал таким демоническим профилем. И он был первым пианистом, который взял на эстраде и вот этот инструмент развернул, ну не этот, естественно, развернул так, что он оказался профиль по отношению к всему залу, большая часть которого стояла женская аудитория. И это производило очень сильное впечатление, потому что до этого пианисты тупо сидели, так сказать, фас играли. Это было неинтересно, а Листу было что так сказать показать. Кроме того, он в Италии попробовал дать впервые за всю историю музыки концерт только на фортепиано, без всяких певцов, без всяких оркестров, три часа. Это было и это положило начало этому. Тот же самый Гейна, который смеялся над всем всегда, он в одном из писем писал, что скоро к нам в Париж приедет Лист. Рояли в то время были фирмы не Стэнвейка по-настоящему, а Эрар. Он говорит, и все ножки эраровских роялей уже от ужаса подгибаются, потому что Лист неимоверно, так сказать, активно касался клавиатуры. И он зачем нам нужен здесь, в этой теме, вот в конце. В 1835 году, Листу 24 года, то есть это восторг, так сказать, юности, у него случается, как должно было быть в Париже, роман. Роман «Замужняя дама» из графини Марида Агу. И этот роман становится частью его жизни, потому что это скандал. Потому что в конечном итоге Дагу предлагает ему уехать из Парижа, потому что их, так сказать, роман привлекает всеобщее внимание. И они уезжают в Швейцарию и живут там. У них рождается один ребенок, потом будет второй, будет третий. Но это все, так сказать, в ситуации не венчанного брака по тем временам. У нее проблемы с домом, где там матушка, наследство, интерес общества. А у него интерес к состязаниям с таким пианистом, как Тарберг, там такой конкурс был. В Венгрии, которая его родина, он ее существует, вроде бы зовет его после наводнения помочь ему. И поэтому очень быстро начинаются скандалы и упреки, так скажем. После Швейцарии они уезжают в Италию. И результатом это становится музыка, которую он пишет. Он пишет, который один из немногих композиторов, он пишет «Альбом путешественника». Тоже заметьте, «Альбом путешественника». Мы это до этого знаем только в России. В России был не музыкант, а писатель, «Карамзин», записки русского путешественника, так, по-моему, они называются. Замечательная книга, где начиная от того момента, когда он пересекает границу России, где-то в районе Кёнигсберга, и попадает в Польшу, Германию, Францию. Это удивительный взгляд нашего соотечественника конца XVIII века на тогдашнюю Европу. Так вот, три книжки у него есть этого произведения. Сначала это называется «Альбом путешественника», потом становится легендарное название «Годы странствий». Год первый – это Швейцария, год второй – Италия. Есть еще третий год добавления. Но любопытно, что особенность музыки заключается в том, что он не пишет, как вот Шубарт, изображая нам движение, тем более Шубарт пишет вокальную музыку, он пишет фортепианную музыку. Там в основном такие импрессионистские впечатления от городов, от явлений природы, а в Италии от картин художников или от санитов Петра, например. И эта музыка, в общем, делает его тоже знаменитой. И он выступает до 1848 года. А дальше следующая ситуация, как в рассказе Чехова, героиню в поезде рассказывает о своей жизни, там вздыхает и дальше новый. Что? Новый, так сказать, мужчина на ее жизни. А тут новая женщина, графиня Каролина Витгенштейн, которая, к несчастью, тоже замужем, причем на замужем за русским генералом. И для того, чтобы разойтись, нужно разрешение двух монархов. Ну, не монархов, русского императора и римского папа, потому что она католичика. И в конечном итоге они так и не венчаются, потому что это все проходит. Но общение с ней не проходит до него даром. Так когда-то Людовик XIV на склоне своих лет познакомился с дамой, которая стала его как неофициальной супругой и обратила его в лоноцепию по-настоящему, лист становится, принимает сам аббата в Риме. Это классическая история, как и грешник, как плейбой, перед которым, так сказать, падла ниц, вся женская половина Европы. Он становится аббатом, и он одевает сутан, он начинает писать музыку на религиозные сюжеты. И я тут могу только повторить те слова, которые я сказал в начале, когда у нас была презентация всего нашего этого цикла. Он разъезжает теперь в поездах, вагон первого класса, иногда одинокий, одетый в сутан. Он дожил до 75 лет, и жизнь его была достаточно трудной, хотя он был на разрыв, он все время катался по Европе. И его раздражали ужасно проводники и пограничники, которые заходили проверять билеты. И у него был специальный пропуск, написанный, по-моему, кайзером германским, о том, что это барон фон Лист, аббат и так далее. То есть он это отдавал, и они уходили, чтобы не трогать его. Одна из драм его заключалась в том, что дочка его от Марии Абу Казима, вышедшая замуж незадолго этого за великолепного музыканта и друга Эуганса фон Билова, бросает своего мужа и уходит, это тоже грандиозный скандал времени, к Рихарду Вагнеру. Ихарду Вагнеру, который с ней вместе обманывает общественность Мюнхена много времени, в конечном итоге тоже отринутый обществом увезжает. Вагнер, как известно, был человеком крайне нестабильным, он совершенно неожиданно принял участие в событиях революции 1848 года, будучи королевским капельмейстером в опере Дрезденской. Он выбежал на улицу и начал там кричать какие-то революционные лозунги, размахиваясь чем-то, чем размахивает во время уличных революций. И кончилось тем, что он был объявлен государственным преступником. Его спас лист, который к этому времени был музыкальным руководителем Ваймери, который исполнял его музыку. И вот Вагнер преподнес ему такой сюрприз, когда он женился на его дочери, совершенно неожиданно. И Вагнер, как известно, построил прибежище от скитаний в баварском городе Байроэте, театр специально для себя, при помощи короля Людвига II Баварского. И там впервые была поставлена вся тетралогия кольца Небелонга. Лист при этом присутствовал, а успокоение они нашли тоже легендарное. Вагнер умер в Венеции, что сравнивается Томас Манн, смерть в Венеции, хотя это немножко другой колорит. И проезжая по Большому каналу, он всегда покажет дом, в котором скончался Вагнер. Он очень любил ходить на площадь Святого Марка. Там пара оркестров, один из оркестров всегда играл в его мелодии. А лист умер в Байроэте, в том месте, которое Вагнер сделал своим домом. Так их странствия закончились. И наступили странствия уже других композиторов, которые передвигались на пароходах, самолетах и так далее. Но это, как говорится, уже тема совершенно другая. Вот, собственно, и все. Спасибо.